В Молдове официально запрещена трансляция российских информационных и аналитических программ. В обход президента указ об этом был вчера промульгирован Андрианом Камбом. Таким образом, впервые за все годы независимости в стране ввели ограничения на получение информации. Россия отреагировала незамедлительно. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения. И предупредила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры. Итак, чего же в итоге добились молдавские власти? Совпадают ли на деле провозглашенные цели этого шага и их реальная подоплека? И в конечном итоге, как ответит на это сам его величество зритель? Как всегда, мы будем разбираться принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И помогать разбираться в этой непростой теме. Сегодня у меня будет Василий Боля, депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. И политический комментатор Роман Михаев. Здравствуйте. Вопрос, возможно, который вызовет у вас удивление, но мне кажется, что очень важно на него ответить сегодня. Как вы думаете, почему молдавский зритель, согласно всем рейтингам, которые мы получаем во время различных социологических опросов, довольно-таки активно смотрят российские новости? Почему? Василий, как вы полагаете? Видимо, во-первых, интересные программы. Во-вторых, если наш зритель доверяет той информации, которую преподносят российские средства массовой информации, значит, есть, то есть, зритель вот таким предпочтением говорит о том, что, в принципе, информация является достоверной, и он... То есть, качество привлекает, я правильно понимаю? И он и доверяет, да. Так, качество и доверие. Да, да. Это и моя точка зрения. Я думаю, что именно поэтому у нас зрители смотрят российские программы, в том числе информационные. Плюс очень много на российских каналах аналитических программ, чего, скажем так, другие, в том числе и каналы наши, молдавские, не могут, скажем так, конкурировать на данный момент с именно вот этими аналитическими программами, которые предоставляет российский канал. Я бы внесла маленькое уточнение, не могут конкурировать в плане того, что там затрагиваются именно в российских, да, аналитических программах. Глобальные темы. Да, мировая тематика. Глобальные темы, да. У них есть эксперты, которые могут весьма успешно анализировать ситуацию в Сирии, да, которые, значит, говорят о каких-то международных, я не знаю, там, проблемах, которые существуют одно время в Сомалии, вы помните, где обостряется ситуация, где горячие точки. В российских каналах есть очень много интересных каналов, которые рассказывают об экономической тематике, тот же самый РБК, очень интересный канал, чего, скажем так, у нас в Молдове нет. И если смотреть вот сквозь призму вот этого закона, который был промальдирован Канду, то можно считать этот канал информационно-аналитическим. Но там же не говорят о политике, да, там говорят о экономике, о каких-то там, не знаю, о мировых ценах на нефть, ставки на мировых биржах поднимаются, опускаются в определенные ситуации с транснациональными корпорациями. И если и этого лишить зрителя, ну, тогда мы можем дойти до абсурдных. Смотрите, качество, доверие, да, говорит господин Боля, возможность поднимать мировые какие-то проблемы, которые вот у нас в Молдове, например, ну, я с трудом представляю себе, что у нас у специалистов, которые по Сирии, да, будут прям вот детально готовы, да, обсуждать. Хотя бы потому, что Россия принимает участие в регулировании, да, то есть вот, у нас этого лишают. Смотрите, здесь надо все-таки подходить к этой проблеме с точки зрения защиты информационного пространства в Республике Молдова. И я вам напомню, что это не единственная Республика Молдова, которая принимает законы по защите информационного пространства. Даю вам только два примера. В 2 декабря Конгресс США принял изолюции о вмешательстве путинской администрации через масс-медиа в... И там дали перчинь стран, Балтийские республики, Украина, Франция, выборы в США и так далее. То есть в Евросоюзе есть аналогичная программа, есть гранты по защите от фейк-ньюсов и так далее. То есть Республика Молдова подходит последней к этому рубежу. То есть мы не первые, далеко не первые, которые принимаем такие законы. Здесь дело в том, что Россия не ратифицировала закон о трансграничном телевидении. Расскажите, пожалуйста, вы говорите, мы не первые. В Соединенных Штатах Америки смотрят российские новости? Конечно, смотрят. Да, смотрят, секундочку. По интернету смотрят везде. Нет, почему по интернету? Секундочку. Арти. Вот они их признали иностранным агентом. Но новости и аналитические программы, каналы, которые в Соединенных Штатах Америки принято называть рупором российской пропаганды. То есть в Соединенных Штатах есть трансляция? Есть. Насколько я понимаю... Секундочку, вот во Франции вы еще знали, что Арти открыла новую студию. То есть они будут тоже вещать свои новости. Французы будут смотреть российские новости? Слушайте, я насчет этого могу сказать так. Нет, вы просто сказали сразу, что мы последние подошли, во всех странах так все обстоит хорошо. Нет, я сейчас хотел подойти к этому, что каждая страна принимает свои законы. Например, я считаю, что Республика Молдова пошла по Балтийскому пути. Я объясню, что я имею в виду. Есть украинский путь. Украинцы просто закрыли все российские телеканалы. Все абсолютно. В том числе те, которые развлекательны. Это связано из-за тех событий, которые там есть. Но у них другие отношения с Россией. Ну да, понятно. И у нас не самые хорошие в последнее время, к сожалению, если мы посмотрим на динамику отношений. И в этом контексте Молдова пошла по мягкому пути, по Балтийскому пути. То есть она будет прикрывать некоторые передачи, не все. Насколько я понимаю, ЧАЧА, как он в русском звучит? Координационный совет. Координационный совет. Будет мониторить телевидение, которое транслирует эти программы, новостные и аналитические. И некоторые из них подпадут по этому закону. Не все. Далеко не все. Насколько я внимательно прошла, там четко написано про новости. И про аналитические программы. Но вопрос был в другом романе. Инструмент у Координационного совета будет. Ну конечно. Потому что не все передачи, которые идут из России. Вот как я говорил об Рубо. То, что Господин более правильно сказал. Есть некоторые передачи информационные, например, на РБК, на других каналах экономического характера, например. Которые я считаю, что... А они будут закрыты. Опять же. Я могу с вами не согласиться. Вот если читать буквально вот этот закон, который был принят и промульгирован Канду. Там написано, запрещается, значит, вещание программ информационных, аналитических, информационно-аналитических и там на какую-то военную тематику. И стран, которые не из Евросоюза, и стран, которые не из Америки, и стран, которые не ратифицировали вот этот закон. Да, хартио, стран в граничном телевидении. Это говорит о чем? Что все информационные программы... Там говорится только о тех странах. По очереди, я прошу прощения. Все информационно-аналитические, все там программы, которые, не знаю, ввещают там на какую-то военную тематику и так далее, они все должны быть закрыты. Слушайте, надо подходить к этому, просто с моей точки зрения, и с моей точки зрения избирателя, надо брать вот этот список передач. А я исхожу с точки зрения юриста, не с точки зрения избирателя. И как юрист тоже, то есть, че-че, они могут просто так любую программу прикрыть, правильно? Он должен делать мониторинг, правильно? Они должны закрыть эти программы. То есть, если есть блок... Если есть блок новостей на каком-то российском канале, который у нас ретранслируется в Молдове, значит... Подождите, блок новостей 40 минут, это должны, не знаю, там, показывать, как в советские времена Лебединое озеро, да, у нас в Молдове? Нет, я позволю себе сейчас вмешаться, потому что вопрос был, в принципе, в другом. Первый вопрос, вы смотрите, я спросила, почему молдавский зритель смотрит? Им вот было сказано, да, еще раз повторю, доверие, да, значит, качество новостей, возможно... Слушайте, русский язык знают очень много народу. Господин Михайлович, ну можно я закончу? Я закончу вопрос. Получается, вот исходя из этого, что вот эти важнейшие моменты, вы тоже кивали головой, когда я говорила о каких-то вещах, то есть, наших зрителей лишат. И мне кажется, ну как не лишат? Ну, давайте я объяснюсь. Ну, вот как, вы читали? Есть интернет, есть тарелки, никто не сможет человеку... Посмотрите, если смотреть на обещания в интернете, я считаю, что если верить опросам, около 40% информируется из интернета людей, да? Мы не говорим сейчас об интернете, мы говорим сейчас о том, что человек вправе, да, получить информацию по телевизору. Вот не каждая бабушка у нас может зайти в интернет, а она получала информацию о картине мира именно из российских новостей. Вот мы теперь эту бабушку берем и этого всего лишаем. Моя точка зрения, что наши законодатели... Нет, вы скажите, это так. Я объясню очень коротко. Нет, мне просто важно, это так получается. Получается, что некоторые передачи аналитического характера и информационные, как написано в законе, будут прикрыты на некоторых каналах. Там до 10 каналов, по-моему, которые обещает Российская Федерация. До 10, не больше. С моей точки зрения, республика может быть по мягкому пути, то есть не по-украинскому, а по-балтийскому. В Балтике вот именно такая ситуация. Прикрыты все информационные программы российских телевидений на всех, которые расследуют на их территории. Там есть много русскоязычных и в Латвии, и в Эстонии, и даже в Литве. И я смотрел по интернету специально, что там происходит. И они сказали так, а мы смотрим или по интернету, или ставим на тарелки, и все. Они решили вот так проблему. То есть это к тому, что наше население должно пойти, сейчас раскошелится, каждый поставит свою тарелку. Нет, а кто захочет смотреть информационно-аналитическую программу на канале Prime, РТВ, НТВ. Господин Михайлович, а на каком основании мы будем вот эту бабушку лишать возможности смотреть, да, и платить деньги за тарелку она должна? На каком основании? Слушайте. Я должна ей объяснить вот с экрана про балтийский вариант. Вы согласны, наверное, с тем, что мы в Молдове должны каким-то образом иметь какие-то законы, которые будут предохранять молдавское информационное пространство? Я уверен, что это любая страна должна есть. Господин Михайлович, ну почему другие страны при этом не запрещают российские новости, а вот в Молдове, вы знаете... Нет, секундочку, возникает такой вопрос. Там вообще нет, я думаю, что это... Получается, почему вот американцы, например, да, вот они в отношении Молдовы у них одно мнение, а вот в отношении, значит, своего зрителя у них другое мнение? Почему у них вот есть возможность смотреть российский кино, а молдавский зритель нет? Так я объясняю. В интернете РТВ по Америке идет и в Молдове будет идти. Ну так пусть бы и Америка смотрела по интернету, так нет, им разрешают вот сетки, РТ смотреть. Я, насколько знаю, РТВ в Америке идет по кабельным и интернету. Но вы знаете, при всем при том, они ограничивают только в плане того, что этот канал является иностранным агентом. Они ввели такое. Но навещание ограничения? Нет. Знаете, вы говорите в плане ограничений и того, что вот, знаете, как вот каждая власть знает, что должен смотреть электорат. Ну, каждый. Но если без переговоров, понимаете, да. Я не могу, можно здесь определенные нюансы, да, что хотел, чтобы зритель, скажем так, на этот счет помедитировал. Этот закон принимался, да, вот как говорил господин Михаев, для того, чтобы ограничить, для того, чтобы, скажем так, вот информационное пространство, да, в Молдове каким-то образом обезопасить. То есть, ввели вот эти ограничения. По-моему, вводить ограничения по территориальному признаку, то есть, откуда, с какой территории приходит определенная информация или новость. В Гостомболе никто не скрывает, что это по политическому признаку. А вот теперь у меня вопрос. Вот сказали, что вот запрещаются в том числе какие-то информационные программы стран, которые не ратифицировали, не приняли. Вот, предположим, не знаю, на 14 февраля, да, на День Святого Валентина, Российская Федерация принимает, ратифицирует вот этот закон. В чем нужда вот нашего закона и каким образом так называемый закон о пропаганде будет, скажем так, наших зрителей, то есть, обезопасить от определенной информации, которая исходит вот с агентств российских и так далее. Примут другой закон. В чем смысл вот этого закона? Я вот, кроме того, чтобы на совете Российской Федерации, и кроме того, чтобы еще раз вот эти взаимоотношения между нашими странами еще раз не... Ну, сами понимаете, что этого не произойдет, Российская Федерация не ратифицирует в скором времени. Почему же? Сейчас есть законопроект, он находится на рассмотрении в Госдуме, на стадии комиссии. Я, насколько я понимаю, там очень много лет уже этот закон находится в Госдуме. Предположим. Но если он все-таки будет проголосован, это будет очень позитивно с моей точки зрения, потому что уже и центральный российский канал вынуждены будут другие параметры вводить в новостные. И почему до сих пор не было? Я вам скажу очень честно. Потому что, согласно этой конвенции, надо будет изменений там иметь, еще что-то, еще что-то. А вы считаете, что его нет? Ну, там же мы увидим, что это на тех... Вот смотрите, сейчас к нашему разговору присоединится господин Познер, который дал комментарий в отношении этой ситуации. Господа Познера сложно заподозрить в больших симпатиях к российской власти. Вы знаете, что у этого человека всегда есть своя точка зрения, которую он не стесняется нам ретранслирует. Вот он, что он говорит. Если они считают, они это молдавские власти, что российские новостные телевизионные программы это пропаганда, видят в новостях антимолдавский дух или лживый характер, то есть два пути с этим. Можно подать в международный суд и таким образом доказать, что это не так. Ну, что наша страна вот не берет и не подает в суд, а, господин Михаил? И вот второй путь, который он называет, что это испуг, и что наша власть просто боится этих новостей, потому что они являются правдой, говорит господин Познер. Как у нас в советское время глушили, предположим, новости BBC, Голос Америки, Deutsche Welle и так далее, потому что они тоже считались пропагандой. Только так можно на это отреагировать. Господин Михаил, если мы против одной России, вводим целый закон, и причем рискуем... Подпадает не только Россия, подпадают новости с Украины, вот у нас вещает 1 плюс 1, да, или другие какие-то украинские каналы, под это подпадают новости, не знаю, Белоруссии, да. Ну, главное все-таки российские новости. Согласен. Ну, вот, не пойти по этому пути, который предложил господин Познер. Я скажу другое, что этот закон недостаточен для защиты молдавского информационного пространства. Вот есть новый проект входит в аудиовизуале, там будет не только вот этот сегмент стран, которые не ратифицировали конвенцию трансграничную, но там будет уже конкретный критерий для всех стран, для всех телевидений. То есть, потому что мы, например, не можем допустить на территорию Молдовы продукты информационного пространства, которые пропагандируют войну, там, или насилие, или терроризм, какие-то экстремистские идеи. А какие каналы пропагандируют? Терроризм, экстремизм? Ну, давайте скажем так, есть в интернете очень много ресурсов, которые пропагандируют это. Но мы в Молдове не регламентировали интернет еще, но есть проект закона. Мы сейчас говорим о телевидении. А если и в телевидении, насколько вы знаете, да? Давайте мы сейчас говорим про эфирное телевидение. Это для нас. Это в телевидении они получают лицензии. Так вот, это тоже проблема. Это будет проблема, они регламентированы законодательством. Вы понимаете, почему берутся именно за эти эфирные каналы? Потому что как раз именно их больше всего смотрит население. Сейчас я проведу маленький тест. Вы говорите, нам необходимо защищать свой рынок телевизионный. От пропаганды всяческой, от всяких плохих новостей, как принято. Послушайте, пожалуйста, одну цитату. В своем интервью он призвал, как можно скорее запретить трансляцию российских телеканалов в Молдове. Назвал этот шаг борьбой против дезинформации. Он также назвал запрет на трансляцию телеканалов повышением независимости СМИ. Эта ситуация не только ставит под угрозу независимость СМИ в Молдове, но и создает новости, которые можно охарактеризовать как еще один вид пропаганды, но из внутренних источников. Кто так сказал, господин Михаэш? Как думаете? Ну, вот скажите. Не, ну, примерно, назовите 3-4 фамилии, примерно, по должностям. Не могу гадать. Стиль чей? Стиль чей? Не, давайте, вы уже скажете. Ну, официальное лицо, которое... Секунду, господин Болли, я не прошу. Как думаете? Вот примерно. То есть это чиновник высокого ранга, низкого ранга, кого он представляет? Ну, кто-то из фракции социалистов, наверное. Да? Отлично. Сейчас я сделаю комплимент фракции социалистов, потому что все эти прекрасные вещи сказал посол Соединенных Штатов Республики Молдовы. Господин Петер. Видите? Да, я вижу. Люди за нас. То есть вы, господин Михаэш, говорите о чем? Что вы даже не могли себе представить, что человек не отсюда, да? А вот попросту говоря, иностранец будет учить нас в Молдове, как нам, вот он прям говорит, что нам нужно делать, да, как нам нужно все это дело бороться, понимаете? И отсюда возникает очень хороший вопрос. А самостоятельно ли это решение? Господин Воля, то есть молдавские власти самостоятельно или приняли это? Приняли самостоятельно, но, видимо, кто-то очень сильно попросил. Ну, вы прям напрашиваете, что я сейчас тянула из вас и говорила, кто же это такой? Да, как его зовут? Буратино, наверное. Поэтому, ну, никому не, скажем так, все наши граждане видят, каким образом принимается у нас решение в нашей стране, когда вот каждый вторник, да, собираются все журналисты у демократической партии, да, и выходят... Ну, теперь это называется дом демократа. Раньше это был дом коммунистов, дом демократа, да. Приходят, да, и выходит, так называемый, координатор, да, Альянса Владимир Плохотнюк, и вместо премьера... Он лидер партии уже правящей. Лидер партии, но озвучивает, скажем так, те решения, которые, в принципе, должна принимать власть, то есть официальные лица. Премьер... Я не прошу сейчас вас рассказать мне схему принятия решения демократами. Я прошу вас, вот сейчас, как вы полагаете, был ли внешний какой-то фактор принятия этого решения, поддержка, да, вот какая-то, либо ее не было? Поддержка была сто процентов. Так, от кого? Сто процентов, ну, наверное, от Вашингтонского обхона. Так, спасибо. Вот именно я хотела понять... Понимаете, вот то, как это все было принято, да, в тот момент, когда координатор улетел за океан, и в тот день, когда не было ни Канду, никого абсолютно. То есть изнасиловали весь этот альянс и тех депутатов, мажоритариев, которые в тот день были в парламенте, и сказали, вот сегодня вы должны это принять. И Владимир Витюк, который получал грамоты и медали от СНГ в свое время, вот он четко свою роль сыграл, через колено всех поломал и сказал, сегодня принимаем этот закон. Вот, господин Михайлович, я все-таки к этому высказыванию, оно задело меня заживое, я предлагаю, давайте его переиначим. Представьте себе, что это говорит не посол Соединенных Штатов в Республике Молдова, а посол Российской Федерации в Республике Молдова. Знаете, как? Подождите, подождите. Да, ну так я так понимаю. По разным вопросам. И вот по-разному. Ну, хорошо, я вот по поводу культуры я вам покажу даже высказываем посла. Слушайте, как бы это звучало, говорит российский посол, надо необходимо, значит, необходимо как можно скорее запретить трансляцию американских телеканалов в Молдове. Назвал этот шаг борьбой против дезинформации. Он назвал запрет на трансляцию телеканалов повышением независимости СМИ в Республике Молдова. Эта ситуация не только ставит под угрозу независимость СМИ в Молдове, но и создает новости, которые можно охарактеризовать как еще один вид пропаганды, но из внутренних источников. Представьте себе такую ситуацию, что... Да, посол России требует в Молдове закрыть. Вот мы не смотрим СНР. Если вы позволите, чтобы вы понимали, вот если господин Боле прав, и в феврале российский парламент все-таки примет эту трансграничную, как она называется... Нет, он не исключает, он не говорит, что примет. Я сказал предположен. Тогда все вопросы снимутся и не будет так много шума, понимаете? Вот в этом и весь вопрос, что Россия... Каким образом тогда мы будем бороться с пропагандой? Вот скажите, пожалуйста. Вот закон о пропаганде. Вот вы говорите. Пропаганда и все такое. Нам надо. Приняли закон против так называемой российской пропагандии. Это не достаточно. Россия принимает эту трансграничную конвенцию и так далее. Вы правы. Этого недостаточно для борьбы с пропагандой и с разными явлениями. Для этого нужны специальные, скажем, в законе положения. Как я говорил о том, чтобы запретить на территории Молдовы. Независимо откуда они идут. Из интернета, из кабельного эфира или из эфира просто. Передачей, которые занимаются подсекратическим сепаратизмом территориальному, к войне, международной грозой и так далее. Понимаете? Вот это надо делать. Это есть в кодексе об аудиовизуальном. Есть, но оно не доработано четко. Так дорабатывают твой кодекс. А пусть дорабатывают кодекс. Это доработка. Скажите, пожалуйста. Кто же не против? В чем доработка? Сказали, мы принимаем новости с Евросоюза, с Соединенных Штатов, не знаю откуда. Насколько вы знаете. А весь остальной мир пускай подождет. Но вы же знаете, что в парламенте есть проект нового кодекса аудиовизуального. Знаете об этом? Наверное, вы участвуете в этой комиссии. Я в этой комиссии не учащаюсь. Кто участвует в социалистов, вам подскажут. Там есть очень четко разработаны все эти положения против пропаганды. И они, между прочим, эксперты Евросоюза говорят, что в Молдовии будут очень хорошие положения по этим вопросам. Посмотрим. Теперь Евросоюза на скорой решат этого безвизового режима. Я скажу вам другое. Понимаете, вот само определение вот этой пропаганды, это вопрос настолько спорный, что передать вам даже невозможно. Я же дал четкие положения. Экстремизм. Вы извините. Экстремизм. И при всем уважении к вам, здесь должны быть четкие прописанные требования. Так я согласен с этим. Вы понимаете, то есть вы говорите, координационный совет должен смотреть и говорить. Вот зритель любой, который будет смотреть и российские новости, например, американские, увидит моменты пропаганды, что там, что там. Но при этом у нас закрывают, например, исключительно российские информационные программы и аналитические. Давайте так. Еще одна версия, которую выдвигают аналитики. Что они говорят? Как-то удивительным образом вот этот шаг связан с заочным арестом лидера демократической партии господина Плохотнюка. Причем в начале, когда он был в Соединенных Штатах, вот об этом пошла новость о том, что он заочно арестован. А потом буквально через пару дней появляется уже у нас рассматривают в парламенте. То есть вот как бы здесь понятна хронология. Согласны ли вы с этим, что здесь есть какая-то связь личного мотива? А это новость о том, что он заочно арестован, если не ошибаюсь, появилась в тот же день, когда у нас приняли закон? Нет, это появилось раньше. Нет, раньше. Потом господин Плохотнюк приехал в делегации и потом этот законопроект рассматривали в парламенте. Гаспанболя, проверьте, пожалуйста, эту хронологию. Нет, я не буду... То есть здесь вот некоторые говорят, это личная обида. Нет, я не вижу здесь личной обиды и личных мотивов. Я повторяюсь, Молдова должна иметь, согласно Гороба, СССР в том числе, защиту информационного пространства. Повторяюсь, сейчас он в 10 или 20 передачах, говорю с депутатами, с экспертами. Мы должны принять какой-то вариант защиты своего информационного пространства. Мы пошли по балдейскому пути. Вы меня не слышите, не надо все время говорить, как должно быть. Это не связано, как совет от того или иного чиновника. То есть господин Плохотнюк не обиделся, и это нельзя рассмотреть, как есть. Я не думаю, что надо связывать это в контексте. Поняла. Господин Боля, вы как считаете? Есть здесь связь? Я не знаю, обиделся или не обиделся господин Плохотнюк, но определенная связь между этим есть. Знаете, как говорится, в народе нет дыма без огня. Хорошо. Поэтому, скажем так, определенные ответы или реакции на определенное стечение обстоятельств или определенные решения, которые по нему были приняты в других странах, вероятно, вызвало и в том числе и эту реакцию. Но я опять же говорю о том, что предположим, что завтра, послезавтра Российская Федерация примет этот, то есть ратифицирует этот закон. Вот этот закон, который был принят, он не будет шик. Уже не будет тогда распространяться на российские телепрограммы, если он примет. Друзья мои, мы это уже обговорили. Давайте поговорим сейчас. Мы уже говорили. Не нужно говорить одно и то же по два раза. Мы все понимаем. Теперь давайте посмотрим и предположим. Вот сегодня, смотрите, Мария Захарова, читаю, да, она сказала, что Россия оставляет за собой право на ответные меры. На ответные меры. Как вы полагаете, что это могут быть за ответные меры? Как может ответить? Будем надеяться, что не будут бомбардировки ракетные и бомбы, и так далее. Но в данном случае какие могут быть ответные меры? Вы заметили, что никто не рассмеялся? Что это как-то шутка такая. Но в Сирии, в Украине, в Сирии там бомбили. Именно за запрет российских новостей. Я считаю, что Россия должна... Вы прям по Сирии совсем плохо. Видно сразу, что не смотрите российские новости. Смотрю. Тогда бы не говорили, что было бомбардировки. Слушайте, смотрел несколько этих ход-передач, которые вы говорите, по Сирии по 4 часа смотрел. Очень интересно говорят эксперты. Интересно смотрели? Интересно. Ну ведь смотрели же. И не переключили. Но потом смотрел американский, французский и совсем другое. А вам не приходило в голову, что у вас полная картина в голове сложится, если вы посмотрите и российские, и американские, и другие? Ну, в принципе, вы правы. Надо смотреть несколько... Конечно. А вот наша власть считает, что зритель не должен смотреть это, потому что только то. Реально, Россия уже ввела санкции против Молдовы в 2014 году, когда мы подписали, жартифицировали договор об ассоциации. К сожалению, до сих пор действуют эти ограничения. Подождите, вы думаете, что мы сейчас мстим? Мы не мстим. Или с чем это связывается? У нас проблемы по газовому вопросу. Вы знаете, что там задолженность преднестровского региона большая. То есть не действительно большая, а огромная. 6 миллиардов с чем-то долларов. То есть у нас есть о чем говорить с Россией. Хорошо. Как может ответить на это Россия? Я считаю, что есть один хороший ответ у России. По мнению Третьяна Рогозина, более нормальная политика по Молдове, чтобы можно было с кем-то о чем-то говорить. Потому что Рогозин обиделся, что его Новград объявили. И отсюда идут какие-то проблемы со стороны России. Отместо какое-то. А какие проблемы? Россия до сих пор не отвечала на эти выпады. Слушайте, вы же понимаете, что... Россия до сих пор же не отвечала на эти выпады. Ситуация же ненормальная, если нет у России своего представителя по младшим и младшим вопросам. А власть сегодня нагнетает обстановку и повышает градусы. Я считаю, что ситуация ненормальная, когда нет посла полноправного. Господин Михайлович, согласитесь, конечно. Которого мы это звали. Нашего посла. Да, конечно. Я про это. Господин Михайлович замялся, на секундочку он начал понимать. Должен навести ситуацию. И вопрос был в другом, господа. Если вы заметите, я очень четко задаю вопрос. И очень хочу получить на них ответы. Как может теоретически ответить Россия на это? Какие в плане, может быть, СМИ? У нее будут какие-то ответные меры? Могут запретить Волдову-1, например, на территории России. А вы знаете, могут Прайм запретить? Прайм? Какая запретить? Вот, например. Первый канал в России. Вообще его запретить? Нет, первый канал в России скажет. Раз без наших новостей, раз вы выбираете, то давайте... Расторган контракт. Расторган контракт. Права на ретрансляцию первого канала России. Слушайте, это если Россия пойдет на то, чтобы Прайм, РТР, НТВ и другие каналы отсюда-то звать? Ну почему? Прайма будет достаточно. Это она сама себе плохо сделает. Господин Михаил Прайма будет достаточно. Я думаю, что вопрос именно в этом может быть. А правильно, сколько я понимаю, там есть частные инвестиции. Первое распределение, в том числе, Ярынков. Нет, я просто думаю, знаете, дело не в первое распределение, я просто думаю, как после этого шага благодарная толпа молдавских избирателей отреагирует, лишенные возможности смотреть, пусть говорят, там, да я даже не говорю, российские новости, там, а на самом деле, там, любимые передачи, да? Вот как она отреагирует на выборах? Слушайте, здесь по выборам очень хороший вопрос. Я думаю, что вот как-то вот очень будет интересно мне на это посмотреть. Тарелками. Тарелками. Поставят тарелки, а потом в день выборах. Давайте все-таки печать, куда нужно. Про выбор. Я считаю, что уже, если... Нет, давайте все-таки мы вот решим, как может среагировать Россия. Россия? Да. Вот вы согласны, что может и так предугадать? Мы же не можем предугадать, потому что мы не знаем, что там в примере. То есть у вас нет версии. У меня единственная версия, которая есть, Россия может помочь Молдове вот двумя способами. Во-первых. Да не помочь, они хотят зеркально ответить, они пока не собираются помогать. Во-вторых, снять эмбаргу на молдавские продукты. Вот это будет очень хорошо. Да, это будет хороший ответ. По мнению господина Михаеша, вот запретить еще что-нибудь... Большая Молдова, с Тираспорем, под которым Кишинлеба, это будет подарок России. Господин Михаеш, если у вас нет ответа на вопрос, ничего страшного. Потому что на самом деле вопрос сложный. Господин Боля, как Россия может ответить? Ну, я не знаю, вот может быть и такая ситуация, что, скажем так, будет расторгнут контракт на ретрансляцию УРТ. Здесь в Молдове могут появиться определенные вопросы, я так думаю, с телерадиокомпанией «Мир», да, которая вещает... То есть, компания СНГ... Ну, подождите, а у нас вот под этот закон попадает в том числе и весь СНГ. То есть, мы нарушаем договоренности и те международные договора, которые были подписаны на уровне СНГ еще в Бишкеке в 92-м году. Мы нарушаем базовый Молдороссийский договор, в котором черным по белому написано, что у нас не будет никакого препятствия взаимному информационному... А Россия не нарушила Молдороссийский договор, когда пила имбаргу на продукции, молдовский? Да, да. То есть, это есть. Я все время пытаюсь вас спросить. Дома Васильевна, вы же юрист, почитайте договор. Вы же юрист. Вот как юрист, я вам говорю, почитайте. Я же хорошо сказала, Россия сказала, что она... Договор о свободной торговле в рамках СНГ. Я вам покажу пункт, на основании которого, к сожалению, Российская Федерация этот пункт применила, но из-за того, что мы, я извиняюсь за выражение, в свое время ушами хлопали. Тогда, когда в 2014 году подписывали соглашение... И нас и вас и будут требовать все эти свои затраты и утраты наши сельхозпроизводители. Нет, это правительство. Это правительство, это правительство, вот эти траты должны наши сельхозпроизводители набрать. От тех людей, которые бездумно в 2014 году подписали договор об ассоциации. И что в этом проблема? А если бы вы говорили по очереди, вас бы слышен зритель. Вы все время говорите одновременно, я пытаюсь, чтобы зритель вас услышал. Кстати, о зрителя. Самый главный вопрос, который мне, например, тоже задают мои российские друзья, не только российские, они говорят, ну а как вот ответит ваш зритель? Вы смотрите, столько уже было потрачено энергии на принятие этого законопроекта. Сегодня включила Евроньюз, так там конкретный материал, все там с позиции. Да, то есть дают эту новость. Как зритель отреагирует, господин Боля? Добьются ли цели инициаторы законопроекта? Не думаю. Перестанут ли люди смотреть новости российские? Вы знаете, вот то, что я говорил в тот день, когда принимался этот законопроект, мой коллега Влад Батрынча, то, что в эру высоких технологий, в том числе и проникновение интернета, у нас Молдова находится на пятом месте в мире по проникновению по скорости интернета. Я вам, на первом месте. Сколько в Молдове нигде нет, я не видел. Мы здесь чемпиона, сто процентов. Насчет первого вай-фай скорости интернета, но знаю, что мы занимаем, хорошо, скажем так, одну и передовую позицию. Одну и передовую позицию. Я думаю, что, знаете как, это не поможет. У нас в спорте говорили, есть такая поговорка, да, сильному не надо, а слабому не поможет. Вот этим слабым властям это просто не поможет. Почему? Потому что зритель, он не любит, чтобы ему навязывали, да, что смотреть. Чтобы диктовали. Диктовали. Вот у него есть пульт, да, вот телекоманда, или как сказать, и вот он клацает, да. Ему не понравилось, он может посмотреть в интернете, не знаю, в других, из других источников, да. Но он всегда, то, что ему нравится смотреть, и то, что он хочет смотреть, он всегда это найдет. Запретный плод, запретный плод, он всегда сладок. Если следовать секундочку, я вам предоставлю, возможно, только по очереди. И плюс, вы знаете, то, что человек делает каждый день на протяжении многих лет, это превращается в традицию. Эффект привычки. И эффект привычки, да. Вот тогда, когда вот человека, скажем так, ему сразу, моментально обрубаешь вот все эти концы, во-первых, человеку это не нравится, во-вторых, человек, у него возникает реакция. И эту реакцию, я думаю, что в скором будущем даже власть продержащая, они ее почувствуют. Если следовать вашей логике, господин Боля, то получается, что все усилия, которые были, да, то есть мы испортили еще сильнее отношения с Россией, мы не знаем, что будет в этом плане. А из-за того, что зверь загнан в угол? Я не стану сейчас спрашивать, что вы имеете в виду. Из-за того, что зверь загнан в угол? То есть получается, это все напрасно. Да? Да. Господин Михаэш, что сделает зритель? Слушайте, во-первых, надо исходить из того, что у нас в Республике Молдова есть очень много, я не знаю, у меня, например, 200 или 300 программ на пульте, да? Есть откуда выбирать, правильно? А у вас, извините, кабель, у вас тарелка, у вас что? У нас не тарелка. У вас что? Я подключен к какому-то региональному кабельному телевидению. То есть у вас кабельное телевидение? Так. Ну, интернет, они идут сейчас вместе, интернет и ТВ, да? Много их, по-моему, 20 агентов в Кишиневе, если не больше. Даже не знаю, как мы его зовут. Просто-напросто подписал контакт и до свидания. Это не кто-то из больших именов. Я поняла, да, не отвлекайтесь так. Я имею возможность выбирать, да? Не нравится мне один канал, перехожу на другой, правильно? 200 каналов там, там вообще физически их нельзя посмотреть все. Здесь проблема у нас в другом, что идет политический спор. Вот, например, кто-то думает, что некоторые российские передачи здесь должны присутствовать обязательно, потому что здесь в присутствии России вот из этих государственных телеканалов. Но я с этим не соглашусь. Россия здесь присутствует многими другими телеканалами. Господин Михайлович, возможно, вы не слышали мой вопрос. Охота, рыбалка. Я возьму на себя труд и повторю вопрос. Возможно, вы его не поняли. Повторяю еще раз. Не вы, а молдавский зритель. Мы не можем говорить о вас. Ну, скажем, которые не владеют румынским языком, скажем так, более четко, да? Вообще, я скажу, нет, нет, я не ограничиваю, не только. Вот молдавский зритель, да, вот через месяц у нас вот согласно решениям, да, НТВ, РТР, Прайм, они начнут свои новости, извините, перекрывать. Что будет делать молдавский зритель? Он будет новости получать вот эти смотреть? Он будет получать все новости в полном объеме. Так. Я повторяюсь, и здесь господин Воля тоже об этом высказался, и здесь мы идем на одной волне. Есть интернет. То есть, в принципе, в интернете есть программы, которые могут смотреть все эти каналы мира, без редакции, без ничего. Хорошо, то есть наш зритель молдавский будет смотреть эти новости в интернете. Если кому-то сильно нравятся новости, вы слышите меня, да, да, будет их смотреть в интернете. Да, или на тарелке. Спасибо вам большое. Да, да. Зачем тогда наша власть это сделала? Слушайте. Оно ограничило нас от пропаганды? Ведь какая разница, наш зритель посмотрит этот сюжет в интернете? Или он посмотрит, а, еще хуже что-то будет? Нет, я уже говорил, что по словам новому кодексу, который сейчас дорабатывается в парламенте, там будут более четкие положения насчет борьбы с пропагандой, которые будут иметь четкие квалификации. Например, борьба с терроризмом, борьба с сепаратизмом и так далее. На данный момент мы этого не имеем. То есть вы мне только объясните сейчас простым человеческим языком, да? То есть еще вы ждете ужесточения? Конечно будет ужесточение. Да, еще жестче. Еще жестче будет. То есть уже охотную рыбалку запретят. Нет, но будет предмет, но будет, понимаете? То есть в принципе вы не отвлекайтесь сейчас. Вот цель ставили. Нет пропаганды. Исключаем, вырезаем, замазываем, что хотите, заклеиваем. А зритель взял и посмотрел в интернете. Вот в чем эффективность запрета? То есть как вот в советское время... Государство это не поощряет. Вот это и означает. Государство это не поощряет. То есть таким образом мы говорим, судя по вашей логике. Получается у нас так. Уважаемые зрители, мы знаем, что вы все равно будете смотреть эти новости. Но не все будут смотреть. Но не все. Ну не все. Часть не будет смотреть. Ну вот будете смотреть. Вы же только что говорили, что будут. Вы все равно будете смотреть. Но что мы этим самым? Мы показываем всему миру, что у нас есть государство. И еще мы показываем нашим зарубежным партнерам. Пока вы там, вот вы американцы, вы только иностранный агент можете присвоить Арти, а мы-то впереди вас. Вот так примитивно выглядит эта ситуация. Мы можем иметь разные точки зрения. Это нормально. Но мы согласны, наверное, все с тем, что молдавское пространство надо каким-то образом защищать информационное. Это всего лишь первый шаг. Вот господин Боля говорит, что возможно... Почему же мы одни такие... Господин Боля, вот ответьте мне. Почему мы одни такие незащищенные? Вот почему, господин... Почему мы одни? Почему, господин Михаилович... В Балтийских странах то же самое предназначение. Вот смотрите, да, оставьте вы эти Балтийские страны. Вы, вы смотрите... Украину закрыли вообще... Господин Михаилович, у нас евроинтеграция или как? Да? Мы же смотрим на страны старой Европы. Он ниже для нас пример. Евро-тройка. Мы должны смотреть на что? На Германию, на Францию, да? Про Великобританию мы уже умолчим. То есть, понятно, там другие у нас моменты. Но, тем не менее, как образец демократии можем. Оставьте страны Балтии. Почему вот у нас в Молдове надо защищать, а французы берут и открывают студию RT? Почему французы защищать не нужны? Потому что у нас не знают, по-моему, у наших властей не... Господин Михаилович, секундочку. Нет, секунду, я должна ответить. Господин Михаилович, мне стыдно вам это говорить. Но если вы посмотрите RT, то вы поймете, что RT не ходит на французском, на английском теперь, на испанском. Но я говорю о другом. У нас доминирует российское телевидение на Молдовском рынке. Уже это понимаете. Ну, потому что есть причины. И 3 миллиона человек, которые знают русских, они зависимы каким-то образом от этой пропаганды. Поняла, да. Вот все-таки пропаганда опять звучит. Господин Голя, у нас по минуте, хочу вам дать по минуте, больше времени нет. Ну, из-за чего, я думаю, что у наших властей появился синдром неполноценности, да, и боязни чего-то. Вот ребята нашкодили, и они боятся. Что получат определенный ответ. Но дальше, знаете, как продолжают жевать тот катус, который им выложили на стол ребята из Вашингтона. Еще раз скажу, что, я не знаю, по-моему, они свои цели не достигнут вот этим законом. Что говоря о том, что в новом кодексе об аудиовизуале будут там еще жестче какие-то регламентации, и так далее. Понимаете, вот таким образом мы можем... Разрозленный зритель пойдет и кушает тарелку, и смотрит вообще то, что хочет. Нет, подождите, мы можем дойти до абсурда. Почему? Потому что вот тогда, когда говорит господин Михаэш о том, что вот там борьба с экстремизмом, сепаратизмом и так далее. Вот представьте себе... Господин Голя, не могу, не могу представлять, у вас минута была. Она вышла. Еще 15 секунд. Вот идет какая-то новость о сепаратизме басков, да, либо там решение вот этого... Баски не в Молдове? ...вопроса в Испании, да. Выход Англии из Евросоюза, это тоже можно назвать определенным сепаратизмом, да. Вот каким образом наши власти будут трактовать вот эти новости? Я поняла. Это они к Молдове относятся, так что... Нет, ну подождите, пускай там Франция... Говорят о сепаратизме в Испании, да. Господин Боля, я чувствую, что у вас напрашивается... Про Молдову сейчас говорим, про Молдову. Да, господин Боля у вас напрашивается членство в комиссии по средствам информации, как там сейчас она называется, науки, СМИ и так далее. Это очень интересно, я сама была в этой комиссии, вам советую. Господин Михаэш, минута. Я выскажусь в таком смысле, что у нас в Республике Молдова есть около трех миллионов потребителей информации. Некоторые из них, не знаю какое число, потребляют российские телеканалы, да. Их надо уважать, этих людей. Они должны иметь доступ к своему родному языку, если это русский язык, или к тем программам, которые они хотят смотреть. Замечательно, сказали, вот сейчас хорошо. Но мы должны иметь внимание, что если некоторые передачи информационно-аналитического нарушают законодательство Республики Молдова, проповедуют сепаратизм державный, проповедуют вражду международными, я много смотрел таких передач, к сожалению. Тогда надо их прикрывать, надо защищать своего потребителя. Я думаю, что сейчас господин Добродеев, Эрнст, Маргарита Симоньяна, они просто в шоке, они в обмороке. Так, продолжайте, да. В данном случае, я считаю, что Россия может решить, очень просто принять в парламенте, в Думе этот закон, ратифицировать конвенцию и до свидания, вопрос решился. Спасибо. Прежде чем я скажу до свидания, конечно, благодарю вас за то, что вы участвовали. Мне что-то подсказывает, что мы еще не раз вернемся к этой теме. Вернемся, вернемся. Да, вернемся. Через месяц, как минимум. Все непременно, потому что она волнует не только граждан Республики Молдова. Хочу только добавить к сказанному, ведь это не первая попытка властей. Первая попытка завершилась большим правом. Это прошло, это прошло все-таки. Мы же сказали об этом, мы начали программу, к вашей радости, господин Михаеш. Но я хочу сказать, что когда попытались первый раз это сделать, высказались европейцы, обои съешники, есть у них там люди, специально отвечающие за сны, камни на камне не оставили. Сказали, что это наезд на свободу слова. По мере законопроекта. Да, ну а суть оставили ту же самую. Я к чему это хочу сказать, что... Понимаете как? История учит, к сожалению, что она ничему не учит. Люди, выросшие в Советском Союзе, выучили одно замечательное правило, что как только власть пытается что-то запретить, закрыть, заклеить или замазать, как я говорю, тем интерес больше. И мне кажется, что зритель, если у него есть интерес к новостям, то его не победит никакая власть и никакая правящая коалиция. Благодарю вас за участие в этой программе. Приходите еще. Я думаю, у нас тем будет очень-очень много. Политики помогают нам их находить. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин